Сегодня российские предприниматели действуют в сложных условиях и, тем не менее, достойно справляются с острыми вызовами, обеспечивают развитие экономики. В недавнем послании Федеральному собранию дал поручение продолжить системную работу по декриминализации целого ряда так называемых экономических составов. В этой связи ваша задача совместно с парламентариями, правительством, деловым сообществом продолжить совершенствовать законодательство. Ликвидировать в правовых нормах размытые и двусмысленные формулировки, обеспечить более чёткое правовое регулирование экономической жизни в стране. Большое значение имеет и правоприменительная практика. Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей. Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы, тогда и заводить его не нужно. Просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов в предприятии. Абсолютно неопустимо это, обращаю ваше внимание. Необходимо следить и за тем, чтобы расследование не нарушало работу предприятий, не становилось причиной распада трудовых коллективов. Конечно, законность надо соблюдать, безусловно. Но вы понимаете, о чём я говорю. Экономика – чрезвычайно важная сфера нашей деятельности. Вообще, а сегодня в особенности, не раз говорил о том, что к подозреваемым или обвиняемым в совершении экономических преступлений нужно максимально применять уголовно-процессуальные меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы, имея в виду подписку о невыезде, залог, домашний арест и так далее. Вместе с тем, конечно же, вы должны и впредь, как я только что сказал, держать в поле зрения то, что происходит в экономической сфере, жёстко пресекать правонарушения, использование незаконных теневых схем и, конечно, хищение бюджетных средств, прежде всего, выделяемых на реализацию сегодня гособоронзаказа, нацпроектов, наших демографических мер, программ импортозамещения и поддержки бизнеса.